Друзья, привет! Меня зовут Александр Луценко и сегодня мы с вами поговорим о том, как зарабатывать в интернете. А конкретно я вам расскажу, как мы заработали на одном товаре за 30 дней больше 10 тысяч долларов. Смотрите мой кейс и перемещаемся на экран. Друзья, мы перемещаемся на мой компьютер, на мой ноутбук и поговорим о том, как мы заработали 10 тысяч долларов чистыми на одном товаре за один месяц. Расскажу вам все подробно, детально, покажу не только скриншоты, но покажу сами кабинеты. И давайте начинать. Товар это маска Пита. Перевод отлива с 18 марта по 18 апреля. Источник рекламы это Facebook и Instagram. Было получено 3648 лидов. Аппрув был 63%, выкуп 77%. Сейчас я все проговорю, а потом более детально мы с вами пойдем поэтапно. Закупка была 25-30 гривен. Цена на лендинги 249 гривен. Лендинг мы запустили за один день. Сделали его на конструкторе мобильных лендингов LP Mobi. Вот. Это самая первая его версия. Начинали мы с 250 гривен за одну штуку. Конечно, продавались за продажами. Три штуки за 399 гривен. Простой лендинг. Это наша картинка. Ничего такого. Но по статистике. Мы сейчас посмотрим в кабинетах. 2%. Вот видите. 2%. И на другом аккаунте, с которым мы отрывали, тоже 2.07%. Мы использовали для отлива 3 аккаунта. Весь трафик практически был с 2 аккаунтов. Это Анжелика и Влад Матока. Окей. Возвращаемся к нашей презентации. Создали лендинг. Когда Комаровский сказал, что маски не помогают. Это было 7 числа. Мы начинали опускать цены. Начался демпинг. И у нас на лендинге была цена и 149, и 49. Но цены за допродажи мы оставляли те же. То есть такая хитрость была. Средний чек был 445 гривен. Средний чистый чек был 366 гривен. Допродажи были, внимание, 90%. Потрачено было в фейсбуке плюс другие расходы 317 тысяч. В одном аккаунте было потрачено 218 тысяч. В другом аккаунте было потрачено, вот видите, траты 88 тысяч. Давайте расскажу, какой принцип работы. С лендингом. С такого вот лендинга мы получаем заявки в спашку. В спашке заявки попадают в CRM-систему. Спашка это сквозная аналитика. Здесь мы пишем траты. Да, вот с кабинета фейсбука мы вот пишем траты. Давайте покажу. Вот это каждый поток, видите, пита, пита, пита. Каждого рекламного аккаунта. Сначала мы писали для каждого. Потом решили, давайте лучше объединим. И все в один аккаунт, видите, просто писали. Где-то было 8 тысяч потрачено. Где-то, видите, 5, 2, 900, 4, 900, 7, 10. Все зависело от того, как банились наши аккаунты. Видите, 12, 9, 8. То есть мы писали траты и потом статистика показывала, сколько мы зарабатывали чистыми. Когда Комаровский сказал с 7 числа, видите, 7, что маски не работают, у нас пошел минус. Видите, минус, минус. До этого было все просто огонь. Это вот 11 тысяч, 18 тысяч, это 29. Конечно, мы начали товары продавать с 18 числа. Мы были не первые. Поэтому те, кто еще месяц назад, они заработали, ну, как минимум, в 3 раза больше, чем этот кейс-показ. Возможно, и больше. По кабинетам Facebook, да, все попадало сюда. Мы здесь отслеживали, сколько зарабатываем в день. Цена лида в среднем была, видите, здесь 87 гривен. В другом аккаунте 75. И давайте по рекламе Facebook посмотрим. В среднем цена была 2,8 доллара. Здесь 3,52. Потрачено 154. Здесь такой вот креатив. Креативы были разные. Это было и видео, это были картинки. В большинстве аккаунтов это был бюджет, видите, здесь 100 долларов или 50. С 20 начинали. Здесь, видите, 2,24 доллара, 136 лидов. Здесь 2,69 доллара, евро, да, 81 лид. Что здесь? Здесь 2,44 доллара, 71 лид. На самом-то деле аккаунта, вот видите, после 7 числа 6,18 доллара. Давайте еще пока посмотрим. 4,44. На самом-то деле были аккаунты, которые мы начинали. Сейчас вам покажу. Были аккаунты, которые мы начинали 0,75 центов, да, видите, 2,24. В общем, было потрачено, видите, пито. Аккаунтов штук, наверное, 50. Да, видите, вот кто-то dead, умер, да, там, кто-то ушел на селфи проверку, кто-то кого-то в фейсбук заблокировал набрач. Теперь пойдем в CRM-ку. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и напишите комментарий, любой вопрос, я на него с удовольствием отвечу. Пишите прямо сейчас. Посмотрим в CRM, что здесь, выберем даты. 18 марта и 18 апреля и выберем товар. Поехали. Так, смотрим, 3468 лидов, 37% отказов, то есть 63% approve. Окей, отлично. Дальше, 79% выкуп, ставите, 789. Мы это можем посчитать с CRM-ки, убрав просто отказы. Но давайте сразу перейдем с вами к статусу завершено, сколько же мы заработали. Выбираем статус завершено и сортируем. Смотрим, 1714 заказов, 5 895 товаров, 89,85% допродаж. Видите, допродаж на полмиллиона, 516 тысяч. И маржи 631 тысяча, средний чек 450 гривен. И видите, вот здесь вот UTM source, дроп платформа SPA. Это означает, что это спашка, это под домен спашки. Это так интегрируется спашка с CRM-системой. Это аккаунт, телефон и email. То есть мы можем, конечно, писать, что хочешь. Видите, почти везде реклама с этих двух аккаунтов. Да, еще там проскальзывает где-то еще третий аккаунт, на который мы потратили там меньше 10 тысяч гривен. Ну, который заработал примерно 30 тысяч, даже чуть больше. И еще мы лили чисто на лендинг с LP MOBI. Окей, это что по заказам. Вернемся к нашей презентации. 631 тысяча. Также возвратов было 39 тысяч. И по тратам, которые я показывал с Пашки, да, в одном аккаунте было 88 тысяч. В другом было 218. Плюс еще третий. И всего получилось 318 тысяч. И чистыми, получается, мы заработали 274 тысячи 924 гривны. Да, вот такие вот одни из креативов, которые хорошо конвертили. И сейчас, сейчас товар продается. В dropplatforma.ru мы уже выставили питу по 40 гривен. Я вам сейчас просто сделаю вот так вот. Вот, смотрите, я зайду в один из кабинетов. Просто сделаю заказы. И сейчас 4 число. Вы это все видите. Окей. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставьте лайк этому видео. И пишите комментарии, потому что мне они дадут понять, нужно ли мне делать такие кейсы с такими подробностями, так углубляться или нет. Если вы будете писать комментарии, спрашивать, писать свои отзывы, тогда я пойму, что нужно дальше это все делать. Поэтому ваши комментарии для меня важны. Ну и главное. Когда вы льете трафик, вы должны понимать, сколько вы зарабатываете в день. Если вы не понимаете, сколько вы зарабатываете в день, и вы не видите, что трафик ваш проседает, видите, вот просто тогда тяжело выйти в плюс. Когда выходит инфоповод 7 числа, кстати, я даже не знал, мне сказал Юрий, мой ученик, который, кстати, тоже продавал этот товар и заработал, наверное, даже чуть больше, чем я на этом товаре. Мой ученик, красавчик. Кроме того, мы не знали, что продаем. Но так созвонились, пообщались и узнали, что и он это продает, и мы это продаем. Очень прикольно. На этом все, ребят. Поэтому действуйте и начинайте зарабатывать, если вы еще думаете. Но с правильными инструментами. Ну что, как вам кейс? Поставьте, конечно, лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Александр Луценко и до скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока.